Welcome, 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 да это же ТСМ против Клопп Офрайл. Вот смотри, Даймонд Мэх, прочитал это сообщение, которое ты сам же напечатал, а теперь смотри то, что я написал. Это было написано час назад, а потом он удивляется, почему ему дизлайки ставят. Я предложил стримить вместе, но не хочет, как хочет. Ну, то есть втроем, Маня все равно не присутствует, вы же знаете. Маня, ты тут вообще? Да. Ладно, ТСМ и Сахар, Сахарок. Я новое название им придумал, это Сахарок. Сахарок, Сахарок, матч за первое место в группе. Да, потенциально первое место, потому что не факт, что выиграв ТСМ, еще потом смогут выиграть переигровку. Но по сути, в принципе, это две топ-1 команды, и это будет либо Сахарки их 2-0 раскатывают, либо ТСМ 1-11 не мельничью сыграют. Да, да. Очень встреча. По банам, Инсека забанили, видимо, Зелена не хотят видеть в тим комбинации, и Люциана забанили ТСМ. А Сахарки, Амейзинга, первый банк, кстати, Элиза на этом чемпионате, ни разу еще Элизу не банили, и тут они не хотели Амейзингу отдавать Элизу на ферст-пике. Ну и продолжали по Дайруса работать, стандартная тема, Алистарт, Маукай. Да, ну вообще, в принципе, все команды уже просекли фишку, то, что Дайрус не игрок, который не отличается большим пулом чемпионов. Есть его мейли, на которых он реально тащит, и есть все остальные, которых можно выиграть. Райз и Жанна, но мне кажется, у ТСМов Лулу еще есть, то есть не страшно вообще. Но они забирают ботлайн, забирают джанглера уже. И это, походу, вчерашний пик против тайваньцев, который они сделали, мы увидим. То есть, Райз, ой, Райз этот. Ариана мид будет, и Лулу топ. И все, работаем на Вайл Тортл, который на Тристане. Четыре саппорта вокруг Тристана крутятся. Да, и Тристана, который в лейтгейме будет уничтожать. Ну, очень похоже на это. Но там пикнули Кейтлин с Жанной, довольно сильный пушащий лейн. И, учитывая, что есть подкидывание, я думаю, там Ясу будет пикнут корном. Ну, там не так много подкидывания. Там сильная, именно точечная. Мне нравится то, что Жанна, ее очень тяжело задоджить. Что-то смотри, берут... Либо Паук. А, нет, Рамбл, Ориана? Рамбл, Рамбл. Ну, это смотри, ну, с Рамблом... Мне кажется, Рамбл все-таки это получше Дисенгейдж, чем Лулу Гули. За счет своей ульты там можно перекрыть полностью весь проход. Просто пока я смотрю, Сахарков-то, они не собираются инициировать. Если они Ясу не возьмут, а, например, сейчас возьмут того же самого Ксерача. А почему ТСМ и не хотят Ксерача забрать? Странно. Сиза... Не, 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 Стархорные, Сахарок берут все же Ол-Ин. Полностью Ол-Ин комбо. Мне кажется, именно из-за этого и не взяли Ксерача. Бьерксон догадывался, ну, команда ТСМ догадывалась, что там, может быть, пикнуть Ассасин. И Ксерач против Ассасинов и с Казиксом Джангл не справится. Да, Ассасин будет очень тяжело. Потому что на первом ганге с него точно выжмут флеш, а второму убьют. Да, и поэтому был взят Ариана. На первом ганге можно даже флеш не потерять. При Ариане-то. Кстати, Бьерксон с Найтом идет. Но он ждет Ол-Ин и Корнер. Да не, он может сейчас поменят самый легкий. Ну, не знаю. Вон, пока отойду. Угу. ТСМ хотя бы уже в плей-офф прошли, а остальные европейцы-американцы могут и не дойти. Что есть, то есть. Не, ну, одна еще американская или европейская команда точно выйдет. Это будут либо Клавнайны, либо Альянсы. Потому что проиграть Кабумом, это... Это будет удаляй Лол. Страта. То есть, он будет восхвалять всех, вместо того, чтобы видеть ошибки. Окей, ладно. Как хочется. Как хочется. А то вчера у него что-то подгорело из-за того, что мы его, педа-любовь, обидели. Сказав, что не Самсунги победили, а тайваньцы проиграли. Он что-то расстроился очень сильно и начал гореть в чате у нас. Ну, кто и пропустил это все, в записи можете посмотреть. Там, по-моему, даже зацепилось немножко эти его комменты. Ну, ладно, его выбор можно сделать. Ну что, поехали. Побежали, я точно. Давай, Супер, 28, 29, 30. 25, 26. 32. 29, 30, 31, 32, 33. Ну что, пойдем. 2 400 у обоих саппортов. 5 ability power Жанна. Сегодня против нас с тобой тоже 5 ability power стояло. Да, и 5 ability power нажмите. Да, но мастер Юи. Слушай, Жанна-то больше заработал, у нее еще вкачано мастер. Да, да в LastBee просто не нанес автоатаку, на самом деле. Он вообще ничего не заработал. Не, не, он 5 голды заработал. Да? Заработал 5 голды, у нее вкачано мастер. Я не увидел автоатаку просто. Ладно. Я не внимательно смотрел. Сюзи еще покарал WildTortle. Кушкой унизил. Куханном попал. Все вообще очень стандартно. Никто не рискует, ничего. Комментатор удивляется, что Узи видел этот вард, и они сели все равно в этот куст. Ну и мол, они троллят ТСМ и говорят, вы нас можете видеть, но это никак не повлияет на ход игры. Но это будет дабл ботлайн на дабл ботлайн. Это довольно интересно, потому что WildTortle с LastBoeing вчера выиграли ботлайн. Но до этого всю неделю они проигрывали. Вчера в какой-то веке они смогли победить ботлайн. Я думаю, вряд ли они сейчас смогут выиграть. Ну ты Узи видел, что творил на Вейн. Ну, во-первых, там Узи, что творит. Во-вторых, сама комбинация Узи и Жанна, на-первых, была гораздо сильнее, чем нами. Дайрус через Ешку помог Амейзингу, Инсеку помог Райз ничем, кроме автоатака. Не, ну может, Кушку бросил, там Ману испарит. Кушку бросил. Да. И все, кстати, с Кушки начал. Ну, фармить лес, НСW, как ты любишь. Ну, я его могу расстроить. Он теряет две хилки вместо одной тогда. Ну ладно, не будем еще. Не будем комментировать. Не будем комментировать, что кое-кто... Я вообще говорю, за Казикса я не вижу хорошего лесника. То есть я ни разу не увидел еще, чтобы был хороший лесник за Казикса. То есть они как-то по-другому играют, другие руны используют. И все. Подзонили, потому что второй лавел быстрее получится. Узи вот из-за этого мапса они получат второй левел. Второй левел, они... Туртл сейчас теряет специально клипов. Он не хочет рисковать, получать лишние автоатаки от Узи. Кажется, теряет много на этом. Да, очень много задних мапсов ласхитить за 300, но это... Удаляй вариант. Ой, повезло-то как! Повезло-то как! Это просто... Лак. Кто не понял, тележка ударила заднего одного мапса, чтобы он взорвался вместе с другим задним мапсом. И после этого только переключилась на еще одного мапса и подготовила ему. То есть из четырех, которых не должен был заласхитить Туртл... Ну, одного должен был. Он заласхитил всех четырех. Это настолько повезло с тележкой. Потому что она иногда рандомно стреляет. Не иногда, а всегда практически. Ну... Ну, вот эта линия, Кейтлин Жанна, считаю, очень сильная контроль. Да, тут комментаторы правильно говорят. Узи крашинг Вайлд Туртл просто. Он сейчас стоит и расстреливает. Правда, он потратил уже больше часть маны своей. Корн сделал Лолэм по Бёргсону и понял, что это была плохая идея. По-моему, он не попал Ешкой. Ну, это его... Больше под парнем. Ведь, верно, Бутлэй не проблема сама как раз в сетапе. Ничего не делает, пристану вот такой вот комбей вначале. Очень сложно. А, чуть-чуть. Мапсы переключились. Потому что Жанна сделала автоатаку. Мне кажется, нам надо было слабаться ТСМ. Они не хотели рамбла отправлять. Они хотят рамбла расфишенного. То есть, понимаешь, ТСМ сейчас делают ставочку не на... Тортла. То есть, они поняли, что Тортла, он все равно наберет фарм. Не имеет значения. Им нужен рамбл как можно быстрее с маской. Потому что Райс будет собирать Руа и Каплю. Пока он будет собирать Руа и Каплю, у Рамбла уже появится маска и ботинки на Пенетру. И они смогут уже давать тимфайты. В этом идея была. И пофиг, что будет отставать от Экелли. Ну, в любом случае, ТСМ в Лейтгейт-Кипе более... Ну, кроме Амазинга. По-моему, он просто наголову сильнее, да. Если тут пройтись сильнее Рамбла среди вот этих топера, танка, АПшников, по-моему, нету никого. Я сейчас так пытаюсь вспомнить, кого можно пикнуть еще и чтобы он переиграл. Даже Лиссандра, наверное, проигрывает Рамблу. Хотя Лиссандра в реальности может там бандшотнуть одного кого-то на топе. Ну, а Рамбл, я считаю, начинает он мид, лейтгейм. Четверец. Отпушили немножко, Тортл ловит. О, собирает ловушку. А там мана просто у УЗи закончилась. Вот и отпушили. Нам показывают статистику Тортла в этом турнире. Ой, как ты! Амазинг прям вообще очень четко по тайнингу. И нету ларда, впрыгивай Тортл. Пойдет ли, Байл Тортл впрыгивает под Амазинга? Амазинга-то нету еще? Амазинг вышел. Я не знаю, что было, поторопился, Тортл или что. Но вот именно тайминг был очень четкий. Ну, я думаю, там было сказано, когда вард поставили. То есть, видели же, когда откадил Зеро. Поэтому сообщили. Казикс в это время забирает волков. Не должен всех забирать. Ну, можешь волков. Да, все, забрал, молодец. И Макси-Дабл-Ю. Ну, здесь он все верно делает. Я понял, что за эволвец. Наверное, тоже дабл. Да. Ну, Ешку и волвец только если собирается делать дайвы. Но дайвов я здесь не вижу. То есть, вы не можете дайвить с Жанной в команде. Ну, как можете, но это не самый лучший вариант. Ариану дайвить тоже? Ариану тупо. Рамбла тупо. Вот и все. Получается, Ешку нет смысла эволвить. Сейчас по варду прошел. Этого варда он не видел. Это Казикса Вард. Спускается, но его уже... Он был просто опять через прайб-штифт. У Сахарков ни одного варда нет. Ну, и смотри. Фарм 40 на 49. Да? Все, уже не шаги. Ничего страшного. Причем, мне кажется, это проблема была УЗИ, а не то, что Тортал смог отстоять классно. Потому что УЗИ мопсов 10 где-то не до Лазхитил точно. Но мы видели, сколько потерял с тобой Тортал. Это жесть. Ну, и опять же, тоже это проблема. Знаешь, это Тристана, это как Кагмав, который очень слабый первый ловлай, его практически любой Декери переигрывает. Ну, там зависит, конечно, от игроков, тоже очень много. А выигрывают по деньгам. Это, походу, из-за Рун Зеро. Очень жестко такой победой идет. Ну, там еще Зеро очень много, считай, харассил в начале. Да. И автоатаки, и ветерки. Кто ему не мешал это делать. Ну, плюс там еще Райса, кстати, перепармливает. Неплохо такое страшное. Дайрусом. Ну, да, да. Тут только Бьерксон держится нормалек. Ну, я вот сколько помню у Рамбла, там... Кстати, от Дайруса это видео было. Он же ролики свои там на Твиче выкладывает. Ну, выкладывает он их на Ютубе, а записывает на Твиче. Ну, то, как надо играть за какого-то чемпиона. Там, короче, до определенного момента, вот этот огонек, он не убивает задних мопцов, и вы из-за этого тонну их теряете. А потом, в какой-то момент, вы начинаете просто не терять ни одного мопца, потому что одним спеллом убиваете всех. Ну, Рамбл тоже я с ним играл. У него достаточно тяжело фармить, вот именно в начале. Там тебя еще и подхорашивают, и задних мопцов не убиваешь. Ну, вот так вот, например, теряете еще. Тяжело рассчитывать. И вот, видите, опять потерял, хотя вроде огонек запустил, но... Вот именно из-за этого огонька, который там дэмэдж в секунду проходит, но как-то непонятно. Там еще крипы могут ударить, и вот все такие дэмэджи в секунду... Слушай, а в какой момент Тортл потерял 10 мопцов? А, типа вот эти 6 еще не подошли, все, я понял. Здесь Инсек уже стоит на пинг-варде, ждет Амейзингу, но Мэйзингу. Амейзингу на этот раз на Чхате, он берет только красный. Синий он уже отдал, я так понимаю, да, по времени отдал. Фу, Дизайрус пошел в алл-ин. И снял сколл и флэш, мне кажется, ни на чем. Ластбой без варда. И им страшно фейс-чекать. Всех вообще такой выжидалов. А Тортл просто зарабатывает опыт, он даже не подходит, вы посмотрите на это. Да, до тринга пищи очень долго. Зацепили Тортла. Тортл просто, окей, очень страшно, сказал Тортл. А время вы потратили море. Молодцы ТСМ и Блэйн не стали никуда подходить, там, у вас нет эти пару мопцов. Вообще, Тортл лучше с самого начала же, он специально теряет мопцов парочку. Да, он заставляет быть запушен. Ой, там Узи что-то, ты видел Узи, который дал Ешку? Ой-ой-ой, Амэйзинг! Флэшивается. Ульта Бьорксона и все, уже тут Лен. Но мне кажется, тут там ошибка Амэйзинга была небольшая. Заберу дракона, Зеро сразу ультует. Тристана, они нашли там пинка, пошли выбивать его. Зеро забирает себе, пинк выбили. Там, смотрите, какая была идея. А Бьорксон считал, что Казик все еще снизу и решил не отдавать свой пинг. Но они не попали двумя спеллами по физу, который одним спеллом оказался вплотную к Амэйзингу и ультанул на него. Ну и дальше была уже ошибка Амэйзинга, который решил прыгнуть на Бьорксона. И когда он понял, что он сейчас притянет туда рыбу, к своему союзнику, пришлось вофлэшиваться. Но из-за этого и Бьорксон не мог уже Шарт снова перенаправить, потому что Шарта он только что направил сюда уже. Получается, ульта его только там через полторы секунды пришла. Амэйзинг, надо спрашиваться за пинг. Да, он прыгает. Да, выпрыгивает. Но не было у него флэша, чтобы выпихнуть ногой Райза к Рамблу. Так мне сейчас был купил. Был бы тоже. Все еще не бэкались ботлейновцы. Здесь какой-то небольшой дэмэдж в Узи прошло много урона и Тортал хочет домой отправить Узи. А он ультит в Узи. Непонятно, хватит ли. Да, там комментаторы говорят, что все еще есть волна у Ласт Боя и потенциально можно здесь делать дайв, потому что нет ульты у Жанны. Дисенгейджа нет. Да, ну вот Тортал тоже нет финиш... 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 финиширующего дэмэджа. Да, он уже потратил его только что. Нет, они просто реколюются. А здесь дайв, колы! Брвец, это минус колы. Да. Влечайший дайв. Он сам себя еще зазонил кола в такую позицию, откуда... Да, и выйти из этого огня невозможно было. И подгорел пукан. А это, кстати, было сделано уже с маской. Как раз то, о чем я говорил. И теперь инсек идет на бутлейн, он видел... У Ласт Боя есть еще ульта, помню об этом. А у Тортла прыжок, у Ласт Боя флэш и ульта. Флэшится, ультует! И кидает экзост очень поздно, но в итоге все получилось. Ну, у Ласт Боя флэш и ульта откатилась. Он бы сейчас мог бы инсеку кнуть под вышку и инсеку к тому. Ты как ворон такой. А может все же остаться? Да, но он видит то, что Ласт Боя флэш и ульта все еще здесь остается. Ну нет, все уходит. Ну, посмотрите, сколько теряет физ на этом все. Этот один на роум, два он даже уже роума сделал, они... Аукнулись ему больше, чем. Ну, это физ, это такой чемпион, которым... Никогда не знаешь, где ты найдешь, а где ты потеряешь. Да. Ну, пока он только теряет. Ну, это как раз все улын чемпионы. Угу. Чаще ты не знаешь. А у Дарреса все хорошо, и я думаю, что больше сюда обращать внимание не надо, и Даррес вполне может даже в соло уже убивать Райза, который пустой. Нет Магреза все еще у Райза, вы это видите. Даррес делать небольшой рум. Барб. Ну и все. Думал физа загангать, но понял, что что-то физ подозревает и отходит. Он понимает то, что на топе им особо делать нечего, он запушил колу под вышку, не знает, где находится инсект. Поэтому решает просто прогуляться. Все равно, на этом он ничего не теряет. Да, видите, возвращается, и еще даже ласхитит этого мопца, то есть можно было предположить, что он вернется и потеряет мопца, но нет. И вот это он, по-моему, не золотхитит, я смотрю, 106 будет, нет? Нет. Ну там сложно было, у него не было больше спеллов. Ну один, это не страшно. 105 на 116, 142 на 106, и ботлейн 20, вроде как уже устаканилось это число, там 15-20 оно скачет. Ну и там Кейтлин уже скоро инфинити, не хватило. А здесь у нас опять идет статик БФ. Ну стандартный, очень стандартный. Только уже не через колдер, а... Кинули Тортлы, он не смог заласхитить с последнего мопца. Инсект по варду прошелся. Очень, мне честно, кажется, очень слабо Ройл организовали вообще начало свое пока что. У них есть еще выход в мидгейме. Это хорошая ульта Физа, это подфижный немножко Казикс и, конечно же, первое появление на сцене Райза. Но такими темпами просто ТСМ их разорвут. Если еще ТСМ... Да, ну смотри, опять очередной фокус с пинком на обычной варте, и он срабатывает. Это классно. И Жанна поняла, что что-то здесь не так, просветку сделала, и да. Этот фокус классный, ребят. Ставите пинг и простой вард одновременно. Пинг байтит оппонентов на то, чтобы... Ну, когда они убивают пинком, им кажется, что там больше ничего нет. Да, да, что Вижена там больше нет. Ой, здесь Вольтор тут получает кучу дэмэджа. Ну, он поймал кушку зазря. Ну, я думаю, с кушкой первой. Автоатаку хочет сделать. Дайрус делает телепорт за спину, ульта. Телепорт за спину, кита от лазбоя. Ну, это минус УЗИ должен быть. Дайрусу идеально можно здесь кидать ульту. Он ждет, пока будет оранжевая форма. А вот она ульта, хороший бабл вдвоих. А ульта вообще отзоненная только была. Узи минус УЗИ. Инсек приходит, Инсек получает сразу кучу урона. И Амейзинг падает, кушку убивает. И будет Зеро бить, красный баф. Но тут уже Физ подошел, Амейзинг увлекся. Не подходит вовремя Ариана, ускоряет себя. О, здесь уже все. Ускоряет замедление, укидает. Ой, хороший ульт, но... Нет, не хватит. Лазбой пытается достать. Амейзинг увлекся. Две ошибки уже от Амейзинга в этой игре было. Амейзинг после убийства Инсека стоило сразу же отходить. Да, да, да. Потому что дальше там ловить уже нечего. У него не было ульты. Пытается сломать башню ТСМ. Но Рай с одним своим прокастом все зачистил. Дракон ап, но нет Амейзинга все еще. Амейзингу дольше бежать, чем... Кайзекс, да. Но тут и Рамбл сюда смещается. Нет главных ульт у ТСМ. Без этих ульт они не могут воевать. Я думаю, надо лучше просто дэнаить мопцов и все. Попытаться мид сломать. Ох, неплохо. Еще и пинг выбили. Еще урон. И теперь уже... Нет, слушай, они собираются брать... А, ну они понимают то, что... Их окружают. И в этом окружении придется теперь отходить. Либо выбирать, как нападать на одну цель, но нападать на Амейзинга с Тристаной. То есть Лисин и Тристаной это не те цели, на которые надо нападать. Ну вот это сейчас то, что ТСМ затянули время, это им на пользу. Да, они сейчас башню заберут на это. Это мало то, что им на пользу, у них откатятся очень важные ульты. С ульта Дайруса, ульта Ариана. Все, можно разворачиваться уже, брать дракона. Не смогут рояльцы сейчас воевать. Да, и все еще биты игроки. Секорно выходит, но так, его не поймать. Ну, Тортл, не туда идешь. Тортл, хоть еще не сбэккался, там Узи уже с Infinity Agent. Да, может быть из-за этого он и не хочет. Типа, да, все, они отдают его. Ариана хочет тоже реколиться уже. Узи ультует Тристану. Да. Или будут. Амейзинг кидает кушку, попадает истеляет! Истеляет, да. Все, просто уходим. Мы украли Дрейка, еще инсекк торгует. Инсекк реально торганул, ребят, не за что. Дайрус не уходит отсюда, Дайрус умирает. Зеро хороший, флешкурил. Тут приходит Тортл, ребят, Тортл делает килл. Надо переключаться. У нас бой добивает Корна. А, не поколи. Уживает Амейзинг. Это минус кола. Зачем он кол убил все это время? Блин, УЗи же надо было бить. Тортл. Узбой. Хорош! Найти, дать автоатаку за доджил. Дел флешку, пошли. Трипл келл. По-моему, ребят, это то, что надо нам, болельщикам ТСМ. И этого Тортла не было еще айтема. Принимаете? С чем он сейчас вернется? Он статик и еще что-то. Здесь, смотри, инсекк очень сильно затопил. Амейзинг, шикарный Кусмайт. Да. Хороший ульт от Дайруса. Инсекк просто рейдж прыжок такой. Но команда подойти не может очень быстро. Из-за ульты Рамбла, да. Ну, конечно, Ластбой не очень хорошо ультанул, зацепил только Колу, по-моему, да? Ну, на самом деле, если бы они все же решили идти через ульту Рамбла, Ластбой бы их всех подкинул, они бы там все и отдались. Да. То есть... Ну, вот я немножко не понял выбор Тортла, почему он выбрал между Узи и Райзом, который прокастовался, бить Райза до конца. Типа, чтобы второй прокаст... У Райза все-таки, да, у Райза очень быстро же откатывается в прокасты, и было не так много ХП. Закончилось все хорошо. Амейзинг собирается еще раз стелять, но нету рядом всех. Ульта цепануло, Колу, подкидывает Колу. Хороший попадает только Колу, подброс, это минут Колу. Да. И Кола от нефиг делать, рыбу решил в клетку посадить. И Сэм после этого Дрейка почувствовали свою силу, так скажем, и начали активные действия проводить. По деньгам силы не видно, всего 2 тысячи. Да, по деньгам не видно, но вот сейчас они начали уже плейсы делать. Не хватает еще до Infinity Тристанки. Она говорит, я пойду вниз, пацаны. Да, но уже есть статик, это тоже... Снова Ульта Рамбла откатилась. Походу, ну, лишь бы они... Хотя, на самом деле, они могут тянуть. Я просто хотел сказать, лишь бы они сейчас какую-нибудь хрень не сделали, ну, там, потерять случайно нами из-за этого башню. Но это все ерунда, потому что все равно Лейт-то сильнее за ТСМ-ами. Они уже в мидгейме разорвали все шаблоны для рояльцев. И у рояльцев вот только на этого игрока сейчас вся цель. Вот нам не зря его показывают. Это единственный игрок, который у них есть для Лейт-гейма. Физ там, конечно, да, есть Физ, но Физу будет очень сложно, потому что ТСМ вряд ли будут ходить по одному. Более того, я уверен, что Физ не сможет поймать никого. Ну и Физ обычно чемпион, чтобы убивать, ну, не только точечные какие-то цели, а чтобы еще доджить какие-то важные спеллы. Но здесь все ауешные спеллы, ты ничего за доджить не можешь. Ты все равно приземляешься, и тебя дамажат. Это рамбловские спеллы, ариановские спеллы, подкидывание ластбоя, там Лисин даже удар ногой по земле, Тристана со статиком. То есть все это так или иначе тебя дамажит. Если бы сейчас Физ был эпик уже впереди по деньгам, тогда можно было бы там еще что-то бояться. Причем смотри, там соло таргеты, которые он там может пытаться убивать, а допустим, кого он может поймать, ну это только Дайресу, но у Дайреса будет Джонни. Да, все верно. Без вопросов, если он не сможет его убить, потому что весь проказ сульты будет задолжен. Пушат, ТСМ, вы знаете, что у них сейчас две важные ульты есть, и Рамбл уничтожает просто все, домой. Флэш, и он так загорел просто от огнемета, который там последним тиком достал из-за того. Да. Посмотрите на его билд, массовая пенетра, и Райс ничего с ним сделать не может. Самое смешное, они туда даже Физа отправить не могут, потому что Физ тоже ничего ему сделать не сможет. А там куча имреза еще добавок, с собой соло идет. Им некого туда отсылать просто сейчас. Он соло, ну, как бы ушит линию. Знаешь, вот глядя на это, радует то, что у Дайреса есть теперь четыре чемпиона. Да не зря он сидел на корейском сервере, тренил его, я говорю, то, что показывали. Ульта, попытка заулынить, но ни в кого не попал. Типа у Дайреса не было ульты, но вы видите, как быстро откатывается она. Как бы Риоты об этом не вспомнили и не понерфили его сразу же. Потому что Риоты любят. Не, я не про Физа, я вот про того парня, который огнем дышит. А который огнем дышит? У него 70 секунд КД, и это без КД ботинок. То есть... Ну, она почти откатилась уже. И он, а он за это время... И он здесь соло практически бывает зеро. Он замедлил его, да, а я к нему сжег. Заставлял, заставил зеро потратить туль. Который для команды Сахарков очень важен. Смещается на топ, там еще одна башня, которую можно сломать. И рояльцы решают сломать в ответ мид. Это, кстати, хороший план. Два сразу рекола. Нет, нет. Решают доламывать мид, а потому что рояльцы... Они уходят дефать Пышку. Вы же не успеете. Они не успеют, я не знаю, почему они вернулись. Они, типа, испугались, что ТСМС закончат им ингибитор за это время. Не, ну, смотри, под дефили, но вырываться будет? Инсек как бы уже ультанул. Вообще-то у Дайруса есть уже ульта. Это идея. Нажал ульт, побежал и остановился. Дайрус можно ультить сейчас. Хотя нет. Не ждет. Но они выбирают идеальное место. То есть... Пока это место было не очень идеальное. Темпа это рояльцы очень хорошо расплитились. Угу. У нас под всех АОЯУ. Там можно было попасть в Инсека, который бы прыгнул. И Райза, который... Райз и Зеро бы полностью прошли по ней. Но остальные игроки... Да, но Райз и Зеро это не приоритетные цели. Да. Пока что. Не, смотри. Неплохо получилось у рояльцев. А не за счет того, что много денег у ТСМов были. У меня пролаг. Пролаг. Не волнуйся. Вернешься. Там дракон ап и в два рыла пытаются забрать сахарок этого дракона. Но Дайрус уже там. Дайрус ставит вард. Он видит, что его забирает. Дайрус пойдет один в два с ними сражаться. И они его боятся как огня. Ну, не мудрю, но он же с огнем. И все. Он всех прогнал. И Амейзинг говорит спасибо, что запулили пацаны. И забирает Амейзинг себе дракона. Ютуб страдать начал. Ты не вернулся все еще, да? Я обновил, что у тебя времени. А, 24, 42, 43. Так, у меня 47. 45, 46, 47, 48, 49. Вот такие вот делишки. Еще один дракон ушел в пользу ТСМ. В пользу американской дружины. И вот чувствуется, что они вот разыгрываются. Правильно приняли решение после поражения сахарку, что надо играть не от их пиков, а от своих. Что тренили. Да, они еще ни одной игры не проиграли. Пусть они мучаются, да. Пусть они мучаются. И банят нас, и контрпикают нас. Они и мы будем мучиться. Врыв. Извините. Врыв, но Корн, если нет. И Корн еще чуть не умер, он всех его спас. Да, но они за это потеряют бот-тауэрку. И я не уверен, что это настолько было вортед. Учитывая, что телепорт... Они идут на Нашора. Идут на Нашора. Ульта 0. Тристания. Я думаю, надо было менять две башни с ингибитором. Пытаться. Но ульта ласт боя. Амейзинг рядом. Амейзинг перепрыгивает, но не получается пересмайтить. Ульта Ариана очень хорошо зашла. У Рамбла все еще нет телепорта. Ну, он еще не воскрес. Надо было, мне кажется, все же принимать решение ломать башню, ребят. Да, избирать вышки. Две вышки. Две вышки свободно забирались. Насчет ингибитора не был уверен. Причем можно было точно так же Амейзинга даже отправить на попытку пересмайта. Чуть-чуть не хватило Амейзингу там. Ну, как чуть-чуть. 50 на 50 было. То есть, я точно понимаю, что он дошел до стадии того, что он может кидать смайт. Но он не успел. Это было близко. Но пока все равно остается только переждать этого. Как раз Нашор сейчас нивелирует вот эти 3000. Это же больше. Да, но интересно то, что даже Сахарок пока ничего забрать не может с этим Нашором. Они опять отправляют двух Ассасинов попытаться убить Рамбла, который на топе. Сейчас Дайрус должен после этого пака отступать. Он не должен ни в коем случае идти дальше. Да, он это понимает и отходит. Рамблу пока у него Жони нету. Он все еще в опасности большой. Да. Против таких его Дауна. Он понял уже. Затрувил он Нашора. Ну, по мне, тут командное решение идти туда было неправильно. Он затрувил Нашора, но обменять можно было на две башни. То есть, слишком далеко была команда. Две башни, а то Ингибитор они сейчас совершенно быстро убивали. Угу. Но решили... Рамбл все же будет дефить топ и к нему два игрока подошли прикрывать. Комментаторы там пытаются расстроить этих американских болельщиков, что много таких игр было, когда вы захватываете преимущество, но у вас все же лейтгейм. И вы стараетесь не устраивать какие-то сражения за Нашора, а пытаетесь все равно держать вне-тимфайтовые темы. Ну, то есть, они же могли тогда попытаться посражаться, когда, помните, их гнали сахарки. Да. Ну, тогда решили... Они искали просто идеальный момент для файта. Забирают вышку. Ну, да. С этой башни ничего не сделать. Мэйзинг не получил. Вообще, Бьерксом получил эти деньги. Ну, вот посмотрите, а преимущества-то как такового большого не было. Сейчас просто Нашор у Сахарка, и, конечно, ТСМ не будет давать бой. Вот тот провал как раз полторы тысячи случился. Брали Нашора и сейчас еще немножко потеряли деньги. Что там у Райза? У Райза Фроузен Харт будет, но пока его еще нет. А Тристана уже с Ласт Фиспером, а там еще даже нет Фроузен Харта. Это Казикс безарморный. Есть армор на Жоне. И надо, чтобы кто-то подошел сейчас Рамблу помогать. Никто туда не идет, и придется ей эту башню отдавать Рамблу. Что отдавать? Да. Казикс Соло забирает эти деньги себе. Внешние. Ну, все, там осталась минута Нашора. Ладно, ты терпеть это и я думаю, тебе сам опять пойдут в какие-нибудь пытаться что-то делать. А там Дрейк как раз. Следующий момент это Дрейк и не будет Нашора у Сахарка. Просто захотят лидраться за него. Нет, слушай, он не Жоню собирает, он Рулай собирает. Рулай. Будет до конца. Рулай больше, чем файтов, да. Для спидпуша, мне кажется, мы с Жоней будем больше. Угу. Не, ну тут два игрока к нему пришли. С одним-то он с любым справился. И обычно как раз такие моменты объект отдают. Но мне нравится, что там Кейтлин. Хоть там и УЗИ на Кейтлин, а здесь Тристана. Ну да, но там все-таки Кейтлин, за которой очень сложно что-то показать по механике. Прям вообще вытащить тимфайт. Слушайте, а тут Zero нормально ему? О, попался, минус флеша за раз. Ну, пинг за флеш, не знаю, не знаю. 100 голды за 5 минут. Да. По-моему, это не лучший был размен. Все, нашор кончился, а и ТСМ сразу же идут в атаку. И Тортл говорит, раз у тебя нет флеша. Да, он говорит, раз у тебя нет флеша, то давай-ка. И вообще рояльцы оказались очень стиль за зоне, но заходят они сейчас сзади на ТСМ. Специально в угол идут, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Райс столько урона нанес. Казикс обходит, кидает W. Продолжает инсек закидывать. Разбегается немножко. Ласт Боя ловит, он отфлешивается. Не попадает. Ульта Рамбла очень хорошая, ульта Ариана очень хорошая. Ну это минус инста, минус 2 человека. По-моему, это конец этой команды. Бьерксон сейчас просто великолепчивый. Там Бьерксон и Рамбл. Они... Вы видели, ребята? Начало было, Райс прокастовался. Нанес тонну урона. Забайтил всю команду продолжать. И после этого ТСМ классно расплетились, чтобы второй раз не могли так прокастоваться по ним. Оу, домой. Сломали ингибитор и там Синебафф, Дракон, все наше. На шорт через полторы минуты. ТСМ за эту игру только одну такую стратегическую ошибку совершили. Ну вот, смотрите, он прокастовался, он даже не может чесить. Он даже не может больше чесить. А, он еще в Бабл попал. Да, да, он не может. Посмотри, его нету. Посмотри, на мини-карте, где он там идет. Совсем за километр. Ушли трое наверх, Ластбой тупанул, но отфлешился и забайтил Корн, и Корн... Вот эта вот ульта могла очень зарешать. Ну здесь и просто отличная ульта от Бьерксона. И Тортл отпрыгнул еще. Ой, там только Инсекс мог сделать кел. Дракона забрали, да, три из четырех в этой игре ТСМ-овских. У нас бой идет вардить на Шора. Находит вард, но понимает, что нет времени на него обращать внимание. Он тем более сейчас скоро кончится уже. Да. Подготовил на Шора. Есть Рулай. Нету еще Рободона убьешься. Я, кстати, смотрю много очень Ариан на этом чемпионате. Не Рободон собирает вторым айтемом. А собирают именно Войт Став, а потом Жоню. То есть вот такой билд выбирают. Очень интересная эта тема. То есть дэмэджа у них не появляется вот как раз там до 35 минуты. Нет дэмэджа. Ну, Физ в этой игре шел через Лич Бейн. Жоня. И до сих пор у него нет Войт Став. Он вообще адово отстает. Но вы видите, минус 100 фарма. И его, конечно, вот дракона, его рыба, она убила бы скорее всего Тортла там. Но этот файт закончился бы все равно в плюс ТСМ. Потому что ТСМ убили там двоих бы. Да, но эта рыба конечно все равно была бы провальная. Совсем не в ту сторону полетела. По ощущения, будто он целился в Zero. Да, он целился в Zero. Так он и целился в Zero. Он же знал, что у Zero нет флэша, как бы логично. Семенович Пуча это вышка, но Амейзинг торгует лицом. Это ошибка. Он и Локет не прожал даже. Это что Локет там все просто убежали. Команда не очень. Все далеко убежали, ему не было бы. Ну, бесячая ошибка Амейзинга была. Он вообще не должен подходить так близко, если так посадить ребят. У него нет возможности автотачить. Ну, пися мы понимаем, что Амейзинг это не самый важный член команды. Да. Потому что если сюда сейчас подойдут вся команда рояля, то они здесь умрут от этого AOE же спокойно. Узи идет, но это скорее байт, ускорение и разбегаются в разные стороны. Ну, очень плохо играет в этой игре Амейзинг. Много ошибок от него. Таких. Ну, по крайней мере, это не команда СК, у которых каждый игрок в соло проигрывает игру. Если он сжибается, то он уже троит игру. Да. Здесь ошибки такие. Если Zero в арт не нашел, там в арт самом краешу пуста стоял. Угу. Кола, кстати, не успел потерявал. Ой. Ну, Дайрус, Дайрус, прекрати. Опять снимать флэш. А вот флэш, наверное, не стоило делать. Я не уверен, что флэш, чтобы убить Zero того стоил. Ульта-то это неплохо, потому что у него ульта откатится быстрее, чем Zero даже вернется в этот тимфайт. То есть, посмотрите, уже откатилась одна третья, а прошло 10 секунд с тех пор. А здесь Вайл Тортул стреляет. Да, слушай, они в два рельса забирают, причем этого не видят Сахарке, но они догадываются, что происходит. Подгоняют Нсека. И Нсеку придется выпрыгивать. Корно улынет в ласт боя. Да, Корт выпрыгивает. Убивает, но выживет ли он после этого? Да, выживет. Джонни прожимает. И Вайл Тортул нужно уходить. Хорошо откинулся. Троих. От себя. Продолжает погонять. Там Дайр, кстати, куча демиджа получает здесь. Берксона ловит. Но у Берксона есть ульта. Еще он сейчас будет кидать шар, но прожимает Джонни. И сейчас просто убивает. Это без ульты. Он просто прожал кушку еще раз. Все еще есть ульты. Вайл Тортул все еще живое, каким образом упрыгало всего. Ну и инсек здесь тоже очень. Мы этого не видели, но он очень много времени выиграл. Ласт Бой, ой, Зеро вернулся. Ариана, она как бы байтит, у нее есть ульта, она это знает. Тристана есть. Ой! Ой, инсек. Так. Не хочет, не хочет. Не хочет, не хочет. Берксона теряет. Потому что не прожимал ульт. Там есть и так, но можно было успеть выпрыгнуть. А этот ульт как раз. Именно из-за этого ульта рояльцы не могут идти дальше. Да. Если они заметили, что нет ульты там. Я думаю, заметили такие вещи. Заметить сложно. Ну там инсек точно кричит наверняка, что там. Сейчас как раз не хватило, кстати, этой ульты Дайруса, которую он слил. Флэша. Сейчас не хватило Мэзика, которая там была в начале. Ну здесь, да, если бы была ульта Дайруса, они бы здесь и остались. Вот это мне понравилось просто. Просто все трое. Он правильную ульту кинул именно в Колу и Кола по рефлексу откинул остальных. Здесь, кстати, еще Колу Флэш потратил на врыв. Классная Жоня. Посмотри, умер бы там Бьерксон, если бы он не прижал Жоню. Вообще классно. По таймингу. Именно на прыжок. Реакция, конечно, безумная у Бьерксона и у рояльцев. Все настолько быстро делают. Но игра все еще не заканчивается. Опять расплитпушены оказались. Ульта. Надо отфлэшиваться. Отфлэшивается Last Boy. Бьерксон жив. Он отфлэшивается. Корн прожимает Жоню. И спасается. Но за ним идет Вайл Тортул. Вайл Тортул с флэша, по-моему, зашла. Да, да. Флэша. Но там прыжок через Ешку. И жив остался Корн. Можно забрать ингибитор на этом, пока они будут хиляться. Нету еще... Вот сейчас только купил хомгарды ФИС. И все, забрали ингибитор уже неплохо. Дракон 5 секунд и выбирает легкую цель, легкую добычу ТСМ и забрать дракона. Что они отдадут на Шор на это? Если те побегут, то да. Но Дайрос понимает это все. И делает рекол быстрее на базу. Да, сразу разворачиваются. Бегут и Сэм понимает, что нельзя брать его брейк. Нужно разворачивать. О, инсек поторопился. Он сейчас останется без ХП. Посмотри, что с ним взял. Ребята, но инсек удаляй. Ну, слушай, они все равно могут успеть его забрать, да? Они успеют его забрать. Ну, тут amazing рядом. Нет. Не рискнул. Второго на Шора теряют уже ТСМ и на ротациях. Да, забирают МИД за это. Здесь кола просто. Что это за мукки? Это под хомгардами Райс. Да он без хомгардов почти так же бегать. И от него на физе салаткой ботинки не мог убежать. И своими прыжками. Ну, дракон надо забирать сейчас все равно. Да. Контр Барон. Все верно. Но здесь уже видно, что команды равного уровня играют. Равного уровня. Не то, что там. Не то, что ошибка, это... Ну, это не ошибки. Любую ротацию, которую можно использовать, а не использовать. То есть, вы забираете у нас ингибитор, но вы будете с малым количеством ХП. Вы, скорее всего, пойдете на дракона. Если вы совершите эту ошибку, мы догоним... Не будем догонять, точнее, вас. Мы пойдем как раз на на Шора. Ну, там про инсека то, что я хотел сказать. Удаляй. Ну, если бы они сейчас затрувили и там инсека его убили. Или бы вся команда не успела раньше подойти. Только за АПшников можно начинать брать на Шора в соло. Но не за АДшников. У на Шора есть такая интересная специфика. Когда по нему входит много АД урона, он начинает уходить в энрейдж. И вот этот энрейдж ломает вам армор сразу же. На статистике этого не написано. Но вот эта вот сверху зеленая фигня, которая падает, она же вам понижает армор. Понижает вам статистику. И наносит гораздо больше урона, чем обычный его урон. Ну, и поэтому АДшники не должны начинать соло никогда его делать. Прямо безумных мастеров ИИ. Ну, там безумные мастеры ИИ, там безумные расфиженные... Не знаю, там Джинкс, Тристана, у которых тонна урона. А вот остальные АПшники вполне, они и в соло могут брать большинство. Там Картус может в соло брать, ну, если у него есть армор. Кстати, смотри по итемам Тристана и Кейтин. Вайлд Тортл вообще ни одного деф итема не собирает. Да. А, нет, у него большая есть. Это я не заметил. Да, и не очень. А, я не очень. Джоню собирает уже последним айтемом Дариус. А Бьерксон пока не ясно, что собирает. Но я не удивлюсь, что это тоже Рулай. А, ну, идея массовое замедление. Мы должны их держать в вульте Дайруса как можно дольше. Я не удивлюсь это. Ну, Рандуин, нафига ему Рандуин. Тут лучше та Банши было бы собирать. И опять рояль взяли после... На Шора, да. Да, вот это вот. ...свои руки начинают подпушивать как-то. Почувствовали себе силу ничек увеличившуюся. Мне нравится, да? Только как обычно. А ТСМ и наоборот. Ну, просто не рискует. А им не надо сейчас воевать. Да. В них Тристана последний айтем ждет. БТ-шку соберет, ГГ. Он там Дайрус, Соло сейчас инсека домой отправил. И причем он не потратил ни ульту ничего. Он потратил в него две Ешки и огонь. Все. Это два спела, которые откатываются две секунды. А Казиксу уже захотелось куда-нибудь в другой мир уйти. Да. Причем, кстати, Казикс. У него Эмрез достаточно много. Да, достаточно. То есть, у него будет Маламортус до конца доделанный. И потом Банши будет доделанный. Будет ломать лепашню или они не рискнут. Да, да. Комендарь говорят, что... У них в Шунишвари, кстати, ТСМ запушили все линии. Все линии остальные пушатся. Да. Перед тем, как дошли до сюда сахарки, они получили две линии запушенные. Они не могут сейчас хорки здесь долго стоять. Они не могут запушить, потому что, как бы, Ариана плюс триста, она со статиком и все, нет линии. Они встречают линию здесь, да. Все, отступают и ничего не сделают. ТСМ, ну, сейчас потратить время, чтобы забрать Синий и Амейзинг. Что Амейзингу еще надо? Амейзингу надо еще Банши купить, чтобы его Райс не ловил соло. Но Амейзинг, конечно, уже юзлесс абсолютный. Он, ну, из десяти как раз игроков, он самый худший сейчас. Ему вообще ничего не сделают. Он не может инсетчить, потому что инсетчить ему надо Кейтлин, но у Кейтлин есть Ешка. Никто не инсетчит Кейтлин. Он не может инсетчить Райза, потому что кидать его в свою команду – это самоубийство. Физа нельзя заинсетчить, Казикса нельзя. Что делать? В тимфайте от него ждут только выпихивание Райза подальше. Ну да, ходячий Сайдстоун, в общем. Да, ходячий такой Сайдстоун. Айм Варт, айм Хелпинг. Ну, вот так вот он может прыгать ногами. С ногой вперед. И он недостаточно танковый, чтобы, например, сесть на УЗИ и принимать на себя урон. Вот такой вот прикол. Инсека и инсетчич нельзя. Инсека и инсетч нельзя, да? Инсек. Он будет инсекчить, перед тем, что ты флешишь. Так, флеш, перед тем, что он инсекчит тебя. По-русски переведу. Он говорит, у них инсек, настоящий инсек. Он тебя будет инсетчить до того, как ты флешишься. Поэтому флешишься до того, как он тебя будет инсетчить. Это просто запутанная речь, но мысль-то понятна. То есть нельзя позволять даже кушка в тебя попасть. Потому что ты будешь за инсетчен сразу. А там как раз инсек был на лисине в той игре. Ну, они ее проиграли. Там Гелиос это, по ходу, говорил. Я там форум проверил. Райдов наличие. Да, интересная тоже такая проверялка. Кстати, да, механический скилл. Мы пока шутили, ребята. ТСМ и воспользовались тем, что у Сахарка закончился на шор. Поднялись наверх, сломали ингибитор. И сейчас готовы вообще менять спокойно им базу на башню. Хотите, так делайте. Это байт. Это классный байт от ТСМ. Они сейчас развернутся и пойдут на нашоры. 17 секунды на шоры. И все, они сейчас получат вижена на шоре и идеальную позицию. Лишь бы все были там. Так, здесь. Ротация сработала. Да? 4 секунды на нашоры. Пинг. Единственный вард, который есть у Сахарка здесь, это пинг. Можно устраивать ловушку, можно делать все, что угодно, но не лучшим образом воспользовались ТСМ захваченным виженом на нашоре. Но Дайру здесь попытался заулынить, но инсек просто выпрыгнул на Казиксе. Вот инсек. В два рыльца будем забирать или как? Просветочка. Нашли здесь вардец. Ластбой чистит ловушки. Да, в два рыльца пошли делать, а три игрока будут держать. Очень быстро будут его забирать. Догадались об этом. Смещается туда. Но Ластбой с Дайрусом могут им помешать. Дайрус ешку кидает. Попадает, но они очень хорошие. Дайрусом удара с кучей демиджей получает. Дайрусом удара с кучей демиджей получает. Дайрусом удара. Это минус инсек. Да, минус инсек. Но там скорее всего остальные будут умирать. Да, здесь неплохо заходит. Тортл делает дабл келл. Надо идти в тимфайл. Его Мэзинг может прикрыть. И Тортл расстреливает Коэллы. Это минусы еще будет дайрусом. Ну это как бы вы понимаете, да? Он не догорит, да. Но Амэзинг его догонит. Оттуда не уйти. Нет, слушай, уйти. Когда Амэзинг не попадает кушкой, уйти. Но Вайл Тортл пошел заканчивать игру. Да. Амэзингу надо просто не давать коллиться. Амэзинг будет просто мешать. Нужно искать, не давать бэд. Ой, УЗИ тупанул. Он мог уже реколиться. Амэзинг его не нашел. Он просто не понял, где он находится. Видите, ребят? Ну это минус первая башня, минус вторая башня. И самое смешное, Тортл его победит один на один, ребят. Это без шуток. А, это уже лейтгейм. Просто два удара. И Кузи уходит. Да, он просто заканчивает. Хорош. Это лейтгейм было, ребят. Два декери остались практически один на один. И представьте, если была Вейн против Тристана, здесь еще не все было бы 100% решено. А Кейтлин выиграла линию, то, что она и хотела. И все. Больше ничего нельзя сделать. Было бы Твич там, да. Он сейчас мог бы увидеть Тристану. Была бы Вейн. Амэзинг так радуется, потому что он такой юзерст. В этой игре. На первом плане шел Амэзинг, кто не знает. Вот он. кто-нибудь уже забыл в стрY. С одной стороны, который ему поэтому важен в боい. Но всё он не будет. Азин гэм, тогда что он отвечал об этом. but. igi author. Хотелось бы, конечно, увидеть, что там Бьерксон сделал, как они Физа смогли покарать, потому что... Ну, нам показывают только Вайл Тортул, который расстрелял инсека, получил ресет, расстрелял Жанну. Через флэш, которая там трайхардила, как могла, чтобы остаться в живых, получил еще один, прыгнул туда и... Я не знаю, по-моему, с трех автоатак убил Колу, хотя это Райз лейтгейм. Но у Райза не было фулл прокаста уже, он его тут потратил, и в этот момент у него даже ульты уже не было. То есть он все, что смог дать, это Рум Призон и эту кушку с автоатакой. Это ничего не значит вообще. Очень хорошая фаза и банд фаза. ТСМ получает то, что они хотят.